В частных микрорайонах города Ульяновска снег никогда не вывозился и не вывозится. В мостовой хватает своего снега, здесь его просто завалы. Однако, как утверждают жители, снег сталкивают с микрорайона Репина, в овраг. И отсюда он попадает вот в эти канавы, которые, к сожалению, уже переполнены. Дом, который слева от меня, уже начал тонуть. Что будет здесь, когда снег начнет таять обильно? Январские снегопады, видимо, будут сказываться на жизни ульяновцев до лета. Дороги худо-бедно очистили, снег понемногу убирают и вывозят. Вот только куда? По официальной версии, на специальные полигоны. Согласно видео, присланному нам зрителями Уллправды ТВ, расталкивают по оврагам. Вот в Айбере у нас есть жители, которые ездят и отслеживают там. Если за один день больше 30 камазов там выбросили, ну, это, конечно, это огромное количество снега. Сказать, что это полигон временного хранения нельзя. Из оврага снег не вытащить. А вот то, что он попадет уже в виде воды в дома мостовчан, однозначно. Кстати, городской снег – отход, имеющий класс опасности. И абы как с ним обращаться нельзя. И правила обращения знают все. Министерство природы и цикличной экономики в ноябре 2020 года провело семинарское занятие со всеми муниципальными образованиями и разъяснило порядок строительства площадок для накопления снежных масс загрязненных реагентами в соответствии с действующим СанПИНом. На сегодняшний день только шесть муниципальных образований, в том числе город Ульяновск, благоустроили площадки для накопления загрязненных снежных масс. Согласно нормам, снег, перемешанный с реагентами – отход четвертого класса опасности. Человеку особого вреда он не принесет, но вот растительность уничтожить может. Биологи говорят, что именно поэтому деревья, которые ежегодно высаживают вдоль городских улиц, желтеют, плохо растут, а подчас и погибают. На просольной почве растут хорошо только крымские сосны, но Ульяновск не Крым. В 2021 году по городу Ульяновску Министерство природы, благодаря жителям Ульяновской области, благодаря Центру управления регионом, фиксирует организации, в том числе и МУП «Дориемстрой», который сбрасывает загрязненные снежные массы на неблагоустроенные площадки. Такие адреса, как улица Ипподромная, район микрорайона Репина, Заволжский район, отфиксированные. Факты переданы в природоохранное ведомство, организации оштрафуют. Но кто ответит за минус замедленного действия, нависшую над мостовой слободой? По мнению старшей по улице Звездная Альмиры Бурнаевой, проблема грядет немалая. Кстати, в прошлом она метеоролог и с природными явлениями знакома лучше многих. Ведь мы этот вопрос поднимаем уже несколько лет, чтобы нам с Репиной не сбрасывали. У нас своих проблем полно. Это потопление. Те, которые пережили потопление в 2017-2018 году, у нас и в 2019 были тут проблемы. Ведь это, что называется, рукотворные здесь топило. И люди, в домах которых вот на полу стояла вода, поднималась выше уровня пола, и пережить такое – это очень тяжело. Городские власти уверены – они делают все, что могут. Дворы расчищаются, дороги расширяются. Но на обращение жителей мостовой пока должного ответа нет. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Сейчас работает 125 институтов, более 250 человек для ручной уборки. Мы по магистралям занимаемся сейчас уже расширением дорог и занимаемся очисткой внутриквартальных проездов. Необходимо сказать, что в связи с потеплением те тротуары, которые были очищены, внутриквартальные проезды, они требуют повторной очистки. Все у нас на контроле. Мы сейчас ведем мониторинг социальных сетей, отслеживаем все обращения в центр управления городом. Поэтому все граждане должны знать, что в каждый двор техника зайдет, и мы везде уберемся. Что же, дворы чистить надо. Но нельзя забывать о жителях таких микрорайонов, как Куликовка, Мостовая, Связь, Сельдь, Карасевка и прочих, куда техника почти не заезжает. А если и едет, то чаще всего, чтобы свалить грязный снег. Если вы увидели незаконную свалку грязного снега, звоните в Эконадзор по телефону 58-31-91 или обращайтесь в соцсетях. Центр управления регионом обязательно отследит жалобу и направит ее в профильное ведомство. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.